Это лето я в очередной раз провел в команде «Инджой Камчатка». Это компания, занимающаяся премиум-турами на Камчатке. Много летал на вертолетах, катался на яхтах, снимал довольных туристов. И к моему большому удовольствию познакомился и провел много времени с интереснейшим гидом Антоном Климовым. Антон профессиональный альпинист, знает, как спасти человека, работает в Доме туризма. И просто хороший парень, с отличным чувством юмора. А так, сегодня у меня на канале такой разговорный формат. Мы послушаем историю Антона, разберем несколько, к сожалению, трагичных случаев, которые имеют место быть у нас на Камчатке, на вулканах. Надеюсь, к концу этого выпуска мы не отобьем у вас желание побывать на Камчатке, переночевать в палатке под вулканом. И самое важное, я надеюсь, что вы будете знать, как сделать это безопасно. Что, опасно? Здорово, Антон. Спасибо, что пришел ко мне сегодня в нашу импровизированную студию. Как тебе здесь? Да вообще классно. Здесь и город. Да. Я слыхал, что когда ты пролетел на Камчатку, при выходе из самолета, ты сразу же испытал горняшку. Зачем ты пошел после этого в альпинизм? Или не испытал? Или ты родился с горняшкой? Да, я родился в самолете с горняшкой. Там же, когда летишь, там же давление где-то на трех с половиной, как будто бы ты летишь. Кстати говоря, да. Когда перелетаешь. Горняшка с какого начинается? Где-то с трех, я думаю, можно нормально так поймать. Ну, у нас здесь, на Камчатке. А просто здесь, на Камчатке, плюс еще где-то полторы тысячи, как будто бы у тебя высота. Как будто мы уже над уровнем моря находимся, правильно? Да, когда в море, но как будто мы над ним. Тебе важно, чтобы тебя называли альпинистом и вообще кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Ну, прежде всего, я хочу быть интересным и нужным, наверное. А то, что альпинистом, мне нравится быть альпинистом. Причем, что ты совсем недавно стал альпинистом. А ты уже в процессе понял, чем отличается туризм от альпинизма? Я когда занялся альпинизмом в 2015 году, я был ярый противник и ненавистник туризма. И по воле судьбы теперь я работаю в Камчатском доме туризма. И туризм вокруг меня, и я обожаю его. Это ирония. Мы же турист. Все, тут сейчас подвяжем. Здесь у нас сейчас будет рифовый узел. Рифовый? Рифовый. Хоп. Готово. Хочу уметь. Шимота такого еще на своем веку не встречала. Как ты решил оказаться на Камчатке? Я захотел заниматься наукой. Мне нравится не только вот руками что-то делать, но и думать головой, что-то там вот как-то вот творчество, короче говоря. И я за этим творчеством поехал на Камчатку. Полетел, правда. Но в 2015 году ты знакомишься с альпинизмом на Камчатке? Нет, в 2015 году на самом деле это уже был кризис жанра. То есть мы уже ходили в походы. У меня уже на тот момент был на минуточку ледоруб и веревка. Ага. То есть ты уже мог называть себя альпинизмом, как некоторые люди делают. Да, да, да. Я понятия не имел, как с ними обращаться. Я даже не знал, как маркировать эту веревку. Вот. И ледоруб держал вот именно за конец древка. Вот так, когда здесь клюв и лопатка, а ты вот за конец древка держишься. И вот фотографируешься, далеко отводя руку, вот типа ты такой крутой. Сразу видно, что человек не умеет обращаться к ледорубу. Ну хорошо, что ты прошел этот период. То есть до этого у тебя был какой-то ряд походов по Камчатке? Ряд походов, которые... Да, которые в какой-то момент стало понятно. Что все происходит не так, как должно быть. Какая-то появляется опасность, какая-то излишняя. Мы начали, знаешь, мы начали рок-н-роллить, короче говоря, в горах. Абсолютно как-то бездумно уже что-то вот куда-то лезть, непонятно зачем. Мы стали понимать, что не хватает знаний. Просто знаний, чтобы комфортно и безопасно где-то ходить. С запасом прочности. У нас запаса прочности был вообще ноль. То есть вот малейшая какая-то фигня, она бы привела к какой-то аварийной ситуации. Слушай, а мы сейчас половину не прошли, еще не знаешь? 400 метров. Да прошли вон, люди стоят уже на кромке. Да ладно. Каш. Все, хуже сказать, не за два часа дошли? Ну. Ха. Ни фига мы с тобой спортсмены. Скайранеры. Ну а вообще-то средний подъем сюда с неподготовленными туристами. Как происходит? Ну часа три потихонечку идем с остановками. Где-то чай попили. Где-то водички попили, где-то конфетку съели. А мы же там местами даже по лаве идем, да? Ну, на самом деле, мы здесь везде по лаве идем. Ну ты что? Ну, конечно. Так а, собственно, вулкан, стратовулкан. Это же наслоение лавы. Слоями лава наслаивается. Какая-то старая, какая-то более новая. А куда вы здесь ходили вообще? Мы в Ганалы ходили сами. Мы ходили на Мутновский, на Горелый. Ну, то есть, такие стандартные, на самом деле. Стандартные все. Да, абсолютно вообще. Из этих скатывались по рекам. Когда я прилетел сюда, впечатляло меня абсолютно все вообще. Я просто, наверное, где-то первые месяца-два ходил в эйфории вообще. Просто впитывал Камчатку каждым дыханием. Потому что я прилетел в марте. Это была такая весна, довольно прям снежная. Для меня это была просто глубокая зима. Я тогда первый раз в жизни увидел пятиэтажку, засыпанную по третий этаж. То есть, с третьего этажа можно было вообще просто с разбегу шагнуть и выйти в окно. Да, такое есть. И не расшибиться, и все было бы хорошо. Вот классная, кстати, такая возможность уникальная на Камчатке. Сейчас, правда, нет ее. Не чаще. Астраханцу, представляешь, что это он? Да, выйти в окно астраханцу. Вообще. Со временем возникли вопросы, и вы решили пойти в школу, в федерацию. Возникли вопросы, и возникли проблемы, которые мы не могли решить своими знаниями. И мы пошли до тогда Камчатской федерации альпинизм и скаловазами. Вот это вот один из кратеров вулкана Горелой. А там еще второй кратер. Ты говоришь, один из, значит, их здесь несколько. Так их тут вообще полным-полно. На самом деле, на Горелинском долу их 48 штук. Из тех, которых можно прямо посчитать. А так их еще больше. Ты впечатлен? Да, да каждый раз, как в первый раз. Согласись, что Горелый это очень эффектный вулкан. Он эффектный тем, что у него очень скучный подъем. Но ты в самый последний момент, тебе уже кажется, что ну зачем я сюда пошел. И тут ты выходишь, и перед тобой такая красотища, такая панорама. И сразу понимаешь, что да, дело того стоило. Был ли у тебя на первом этапе кто-то из вас там отсеялся, может быть, или у тебя какой-то был диссонанс, что что-то происходит сложное здесь в этой школе альпинизма, какие-то сложные узлы, с чего все начиналось, твой путь становления? Нет, ну как, сложного очень много было, потому что информацию давали, довольно много информации давали в сжатые сроки. И это казалось порой прям тяжело, но из-за того, что была очень большая мотивация, то вся эта информация все равно укладывалась в голову. Ну и мы начали вместе с женой моей, с Аней, мы начали плотно тренить все то, что нам говорили. Мы сами выходили на дом тренироваться, сами брали веревки. Ну, короче говоря, у нас была очень высокая мотивация, и поэтому нам все это дело понравилось, и нам нравилось вообще просто ходить со снарягой и куда-то что-то делать. Через какое время ты почувствовал, что ты уже можешь что-то делать? От начала только ты пришел? Ну, почти сразу вообще, почти сразу, просто. Вот первая гора, и мы почувствовали себя сразу же альпинистами, крутыми вообще, просто такими лютыми, которые, ну, в принципе, дальше обучаться смысла особого нету, вот, надо просто идти в горы. Вот, и мы, я помню, пошли на тройку, на Козельский, я там сорвался, нормально себе так расшиб плечо, но тогда все-таки это был такой прям очень мощный щелчок по носу, что нет, наверное, все-таки мы до сих пор балбесы. И вот это тот урок, который чуть не закончился трагично, и мы начали дальше обучаться, и чем больше мы обучались, тем больше мы понимали, что в альпинизме обалдеть вообще надо, столько навыков, надо столько знаний. Ну, тут вот это вот, все камни, они свалились вот с этой гряды. Если они свалились раз, я думаю, они могут свалиться и два. Сейчас, по прошествии времени, ты занимаешься с детьми. Как дети воспринимают вообще опасность в горах? Насколько у них она деформирована, нежели как у взрослых? Они опасность воспринимают так, как она есть вообще. Вот для них опасность, это, ну, значит, так и должно быть. Ну, тут сыпят камни, ну, да, это, вот, ну, нехорошо, что сыпят камни. Ну, наверное, так в горах все время. Вот, наверное, сыпят камни. Там идешь по снегу, уже думаешь, да ешки-матрешки, чего же они обратно-то не поворачивать, уже будет, наверное, пора бы, ведь опасно. Они идут вверх дальше. Спрашиваешь, а чего, как вообще? Страшно, очень страшно. А чего идете? Ну, так все идут, и мы идем. Вот, то есть для них опасность, это пока еще сравнивать не с чем. И поэтому они воспринимают просто как фактор, который либо приемлем, либо неприемлем. Вот просто их, знаешь, их мозгом. Вот если опасность уже совсем страшная, и мозг начинает троить, для них это неприемлемо, и они могут просто встать и сказать, мы дальше никуда вообще не пойдем. Это будет гораздо опаснее, чем они продолжат, к примеру, но тем не менее. Все, мы дальше никуда не пойдем. У них как-то формируется чувство ответственности, или ты им формируешь чувство ответственности за товарища, не только за себя? Ну, как таковой ответственности, только уже, наверное, на каких-то там, начиная с 10-11 класса появляется. А так ответственности самого понимания, что ты идешь в команде, нет. Есть понимание, что ты идешь, и нужно выглядеть круто по отношению к другим. Ну, вот эта школьная штука, она прям такая, она въедается в мозг очень глубоко, и поэтому это порой очень сильно мешает. Очень важно, как на тебя посмотрят. Горы как раз вот это вымывают очень хорошо вообще, очень эффективно, потому что там абсолютно все равно, кто на тебя как посмотрит. У тебя, тебе надо самому как-нибудь выжить, не то, что там на других смотреть. И поэтому вот эту ответственность ты в них воспитываешь, конечно же. Ты начинаешь им рассказывать, что без команды вам будет тяжко. Какие походы у вас продолжительности бывают? Вообще далеко ли ты ходишь с детьми? Походы начинаются от условно там на 2-3 часа, вышел просто в лес, пожег костер. Это тоже поход, и это очень нужно как раз именно с этого начинать, чтобы не отбить сразу охотку. Ты постепенно начинаешь наращивать сложность, продолжительность. У каждых педагогов по-своему. Кто-то сначала наращивает сложность, потом продолжительность, кто-то наоборот сначала продолжительность, потом сложность. Особой такой разницы нету. Главное, чтобы была динамика какая-то, была развитие, какая-то эволюция. И постепенно у нас сейчас группы ходят и семидневные походы, и восьмидневные походы. Да сколько угодно на самом деле. Это круто. Ребенок это же маленький человек. У него ноги меньше, чем у обычного человека. Представляешь, он в два раза расстояние проходит больше, чем... Ну да, да. Как он с ним справляется? Тренировки. Причем тренировки скорее не тела, а головы. Для них, конечно, это прям такое усилие. Ну и ты идешь небыстро. Вот здесь, знаешь, здесь педагог в туризме и педагог в альпинизме, скорее, наверное, инструктор, он должен быть физически круче, чем твои ученики. Условно, вот в боксе это не обязательно. Тренер не обязан быть спортсменом мирового уровня. Ну да, так как у Тайсона был его тренер, там, дед. Да, он должен правильно тебе преподать, он должен тебе вот в систему ввести тренировки. А здесь ты вместе с ними ходишь. Здесь нельзя рассказать детям, как правильно ходить в поход, а вот теперь завтра идите в поход, а я посижу дома и побуду, да. Ты вместе с ними, ты их вожак. Вожак их маленькой стаи. И абсолютно законы стаи. Если ты в этой стае себя начинаешь показывать не как вожак, тебя сожрут просто вообще на раз-два. Детишки это вообще, это такие... Вот такая у нас физкультура на вулкане горелой. Тебе нужно быть еще в чате, тебе нужно мемы знать. Да, абсолютно вообще. Ты если мемочки не знаешь, тебя тоже сожрут. А тебе больше нравится быть педагогом или вот гидом коммерческим? На самом деле и так, и так. Потому что взаимосвязаны, лично для меня очень взаимосвязанные вещи. Я с гостями чаще всего общаюсь как с детьми, потому что это профессиональная деформация, наверное, в какой-то степени. Ну и вообще, в принципе, мне такой подход нравится. Довольно разбытые понятия действующий вулкан. Для вулканологов у них вообще такого понятия нет. У них сейчас практически все вулканы, даже те, которые... Вот Вилючинский, вроде бы потухший вулкан, но это все потенциально активные вулканы. То есть активные, те, которые постоянно фоморолят, которые постоянно выбрасывают, и потенциально активные, у которых все равно сохранился магматический канал, и в какой-нибудь момент может этот магматический канал опять начать работать. Просто у нас наше время наблюдения за вулканами, оно по сравнению с историей самого вулкана настолько мало, что мы точно сказать, когда он начнет работать или не начнет работать, мы вообще не можем. Условно, развитие вулканологии можно представить как вот дуб, какой-нибудь с полутораметровым стволом здоровенный, да, там. И вот мы на нем берем квадратик сантиметра на сантиметр и наблюдаем всего час. И начинаем рассуждать, какая у него крона, какая у него корневая система. Вот примерно вот в таком развитии у нас сейчас вулканология. Не потому, что у нас мало приборов и нам плохо изучают, а просто потому, что время наблюдения слишком мало. То есть ты людям прям как бы с самого нуля начинаешь рассказывать, как вообще вот... Все устроено. Как все устроено здесь у нас, на Камчатке. Вот видишь, уже у нас. Уже... То есть я себя абсолютно ассоциирую с камчатцем. Иногда даже я себя не ассоциирую с камчатцем. Я знаю сильно меньше информации о Камчатке, чем ты. Я на самом деле начал общаться с тобой, я офигел, и мне стало так стыдно вообще, что я прожил здесь там больше 30 лет. И я не знаю даже вообще половины, чего ты знаешь. Ты сказал, что у тебя жена тоже альпинист. Она альпинистка. Альпинистка, да. Жена у Антона, помимо того, что альпинистка, она еще занимается скайранингом. Это когда люди очень быстро заходят на горы. Как правило, быстрее, чем обычные люди. Например, обычно на Абачинский вулкан заходят за 7 часов, скайранинг заходит за сколько? Забегает. За 2 с копейками. За 2 с копейками. Каково это быть с семьей альпинистов? То есть у вас постоянно снаряга, вы что-то обсуждаете, у вас веревки... Слушай, вот как раз недавно был такой курьез. С гостями мы пошли на Абачинский перевал, на верблюд. И там было что-то так как-то пасмурно, какой-то туман, потом даже какой-то дождик. И я достаю из рюкзака варежки. Вот. И начинаю надевать, и понимаю, что у меня 2 правые варежки. Вот это... Это семья альпинистов. У нас очень много похожей снаряги. А, где ты взял ее варежки? Да. И я взял свою правую варежку и ее правую варежку. И вот у меня 2 правые варежки, а их одеть на самом деле... Это перчатки, можно там еще как-то попробовать. А варежки вообще никак не получается, их по-другому. Вот. И в итоге я ходил с одной замерзшей рукой постоянно. Да, вот такой альпинист. Расскажи о ваших достижениях. Я знаю, что вы вместе поднялись на 7 тысяч. Это серьезная высота. Да, на пик Евгении Корженевской вместе поднялись. Ходили вместе на Хантенгре. Как вы планировали эти маршруты? Переживал... Ну, как сказать... Вот одно дело, ты идешь с другом куда-то, да, на Хантенгре, там знакомый, какой-то коллега по группе, а другое дело, жена, за которую ты, наверное, вдвойне переживаешь и постоянно пытаешься, чтобы у тебя было все под присмотром. Вот об этом. А у меня жена, она не только жена, она у меня и друг тоже. Ну, на самом деле, это очень надежно, и ты понимаешь, что рядом с тобой самый близкий человек в жизни. И ты идешь, как мне кажется, вообще как одно целое. Ну, то есть ты можешь спрогнозировать, как человек будет себя вести. То есть все более-менее так... Ну, не то чтобы предсказуемо. У тебя нету каких-то таких серьезных... Ты понимаешь, что у тебя не будет каких-то серьезных сюрпризов. У тебя вот эта как раз безопасность, она на самом высоком уровне. У тебя абсолютная схоженность. Вот это в горах очень полезно. Хотя и как раз наоборот бывают случаи, когда начинает случаться что-то как раз уже нестандартное, то вот такая глубокая связь она может в обратную сторону сыграть, потому что нету... Когда что-то случается, перестает работать рациональное мышление, и ты уже, невзирая на свою безопасность, начинаешь заботиться о безопасности своего человека, близкого. Это тоже ошибка. Так делать ни в коем случае нельзя. Ну, вот как пока мне лучше так. Не переживай, что Аня когда-нибудь станет альпинистом круче, чем ты. Ой, я надеюсь. Ну, она сейчас так круто бегает в горы, что вот... Не, это круто. Конкуренция. Вот такая конкуренция, она... Это прям очень полезно, потому что в конкуренции как раз и появляются какие-то прям самые нужные, такие оттачиваются навыки. Ты постоянно хочешь быть лучше, быстрее, вот. И из-за того, что не получается, ты начинаешь больше какое-то упорство применять. Ну, и мы дополняем друг друга. Там, я где-то вот куда-то вот в техническое ударился, там что-то вот какие-то там спас работы, и что-то... И это хорошо, это появляется разнообразие в команде. Слушай, ну вот мы дошли. Какие-то есть у нас уже мысли место под палатку. Ну, прежде всего, палатку нам надо ставить, смотря на угрозы. Если это склон, значит, смотрим, не прилетит что-нибудь у нас сверху. Если у нас угроза ветра, то палатку ставим так, чтобы склон защищал нас от ветра. Располагаем ее так, чтобы ветер дул ей не в самую широкую часть, а в самую узкую. С чего началось твое становление как гида? Из каких источников ты вообще узнавал Камчатский край? На самом деле, вот то, что мы начали ходить, ну, мы начали первые походы ходить тогда по Камчатке, то у нас здесь была своя такая тусовка, своя группа. И мы этой группой начали ходить. И в какой-то момент я начал понимать, что вот у нас есть, к примеру, какой-то предводитель, да, и он ведет группу. Но вот чего-то не хватает. Вот здесь было бы классно вот так сделать. Здесь бы классно было бы что-то объяснить. Здесь лучше бы было побольше контроля. Здесь, к примеру, распределить роли можно было бы. Ну, то есть вот такую работу сразу стал как-то подмечать. И это нормально абсолютно. Какой бы хороший гид не был, но вот ты видишь эту ситуацию, к примеру, по-другому как-то, да? И для себя начинаешь какие-то вот эти вот стороны подмечать. И мне нравится, в принципе, работать с людьми. Мне нравится общаться с людьми. И поэтому в горах вот это общение, оно становится интересным. У людей отшелушивается все такие какие-то, знаешь, ненужные надстройки. И вот это мне очень нравится. что вот это вот естество такое. И поэтому, когда ходишь, то так же от людей как-то вот подпитываешься, что ли, культур информации, каким-то общением. То есть ты все это брал, по сути, от людей? Ну, по большей части, да. Поначалу вообще я ничего не читал, никакие книжки. Ну, в смысле гидские. Так-то книжек много читал. В то время ты мог уже предположить, что ты будешь работать гидом. И самое важное, когда у тебя начало появляться, зарождаться это желание поработать гидом? Помню, меня взяли и пригласили к гидам. Это такие сборные туры на вахтовке. Вот мне нужно было сводить группу на Вулкан Горелый. У тебя же были какие-то знания про этот вулкан? Что рассказать? Ну, я готовился. Вот я тогда прям читал, готовился прям к вулкану. Ну, в смысле, какую-то информацию набирал, чтобы что-то там рассказывать. И тогда вот я как раз себе представил, что в принципе, почему бы и нет, можно попробовать. Когда пошел в альпинизм, то я понял, что просто катастрофически не хватает знаний, чтобы все это делать безопасно. Прямо катастрофически вообще. Я тогда понял, что у нас просто огромный провал по безопасности был. Просто жуткий. Вот. И когда набравшись уже этих знаний, то у меня появилась уже какая-то такая прям уверенность, что да, я хочу вот людей водить куда-то вот в такую вот красоту. Вот этот вот пятачок. Неплохой. Потому что с него, если камни, они будут по линии падения воды, у нас здесь гребень защищает. И он так немножечко на вершине. То есть вот одно из мест вот это хорошее. А за что ты вообще переживал больше всего в первом походе? За то, что ты что-то недорассказываешь или за то, как люди поднимутся на вулкан? За то, как люди поднимутся. Как они будут себя вести. Может быть, у них будут какие-то истерики. Я не знаю, там что-то вот такое. То, что я им что-то недорасскажу, и они потом либо недорасскажу, либо расскажу какую-то фигню откровенную. Потом скажут, что да, этот вообще там такую дичь заливал. Я и до сих пор периодически боюсь этого. Сердце Аллаида, по легенде, это остаток вулкана Аллаид, который ушел в сторону Курильских островов. Серьезно? Да. Вообще, Аллаид это был муж Апалы. И Аллаид ушел, оставив свое разбитое сердце здесь, на месте вот этой вот чаши. И вот этот остров, вот тот островочек, это сердце Аллаида. Поговорим про коммерческий туризм на Камчатке, и как ты попал вообще в Анжой. Получается, твой не первый наниматель. Ты вот сейчас сказал, что тебя в 2014 году отправили на горилла с пловцами. Да. Я даже не помню, кто это был. Честно, я даже нанимателя своего не видел в лицо. Это просто было по телефону. Ну, это, к слову, о том, как и сейчас до сих пор набирают гидов в массовый туризм. Как ты попал в Анжой? А мы с Семеном ходили в горы? Мы на Ключевской вместе выживали. В районе Ключевской. Тогда мы никуда не поднялись. Мы провели трое суток на трех с половиной тысячах в районе перевала вулканологов. Это было реальное выживание в жуткую пургу. Сходили за 12 дней только одну гору. И можно бы сказать, что выход наш был какой-то несостоятельный. Но вот того опыта, я думаю, вот как раз тогда мы абсолютно зарядились горами и поняли, что это вот все. Это наше. Я заинтересовался нашими вулканами и горами где-то лет 10 назад. Начал ходить на ближайшие вулканы. Горелый, Мутновская сопка, Вилючинский, наши домашние вулканы, Авачинский, Корягский. И я просто в какой-то момент осознал, что мне катастрофически не хватает навыков и умения пребывания в горах. Для того, чтобы эти знания и навыки приобрести, я пошел на обучение в федерацию альпинизма и скалолазания Камчатского края, где я познакомился со многими ребятами, с которыми сейчас мы работаем. Те ребята, которых я привлекаю в качестве гидов для наших программ. В том числе вот на этих курсах я познакомился с Антономом Клюмом и с другими парнями, с Пашей Объективнировым, ну, с многими теми ребятами, которые в последующем связали свою жизнь с горами. Допустим, тот же Антон максимально углубился в тему горного гидинга. На мой взгляд, это один из немногих альпинистов, наверное, на Камчатке, кто постоянно и систематически растет в направлении альпинизма. Ну, и вот эти вот жесткие условия, режим выживания своего рода, вот он, собственно, я думаю, как раз сблизил нас очень хорошо. Ну, там, в принципе, ты по-другому там не можешь. Ты работаешь там командой. Там каких-то единоличников в альпинизме не остается. Мы как-то сработали очень хорошо, вместе все там ходили, бродили, решали сложные задачи довольно успешно. Потом в какой-то момент просто Семен предложил, что, а как вот, не хочешь попробовать гидом? И тогда у меня уже было понимание, что да, я хочу попробовать вообще, прям да, я хочу попробовать. Я знаю, что Семен очень трепетно относится к профессионализму вообще, к людям, которые работают с гостями в поле и набирают специалистов. Либо это спасатель со спасотряда, либо это действующий альпинист. И очень круто, что он схантил тебя, или как это можно так назвать вообще? Схантил? Ну, наверное. Модное слово. Насколько тебе комфортно в Энжои работать? Мне очень комфортно работать, потому что мне нравится подход, серьезный подход, клиентоориентированность. Ты прорабатываешь с гостем, вот прям максимально, ты с ним знакомишься. То есть не просто так, что встали в кружочек и я Вася, а кто-то Петя, а меня зовут Антон. Здравствуйте, все, и пошли, и наговариваешь начинаешь. Нет, здесь вот именно такое общение идет, прям настоящее знакомство. И вот это вот мне нравится. Ну, понятное дело, что мне очень нравится еще не массовость, что это группа, с которой можно с каждым поработать. И с ребенком, и со взрослым, и со всеми вместе. Небольшой экскурс в трекинговые палки. Прежде всего, они нам нужны как точки опора. То есть они нам добавляют к нашим ногам еще две точки опоры. На подъеме это разгружает нашу спину, потому что спина это здоровенная мышца, которая при работе тратит очень много энергии. И чтобы вот она меньше нам нагибаться, мы идем прямо, держим центр тяжести ровно по ногам. А на спуске это будет экономить нам колени. чтобы нам сильно не напрягать колени при постановке, при правильной постановке ног, мы опираемся еще палочками, и поэтому нам гораздо легче идти. Возвлекает ли какая-то эмоциональная связь между тобой и гостем за неделю предупреждения в туре, и помнишь ли ты там гостей, да, все, ну и вообще какие-то? Помню, вот прям помню гостей и прошлогодних, и позапрошлогодних каких-нибудь вот, связь, если она не возникает, значит что-то пошло не так. Само знакомство, ты начинаешь живеть сообщение, тебя начинают спрашивать чаще всего, ты начинаешь рассказывать так, чтобы у людей появились вопросы. Ты вот этими вопросами и ответами на них ты понимаешь, что их больше интересует. И именно даешь информацию вот так дозированно, если ты не познакомишься с человеком, а просто начнешь выдавать потоком какую-то информацию, то эта информация не то, что там 10% уляжется в голове, там хорошо бы 1% улягся бы, ну и потому что это будет неинтересно. Люди, они теряют вот эту связь сразу вообще. Поэтому эту связь надо нарабатывать, ты рассказываешь про себя, про Камчатку, спрашиваешь у них, если только они готовы тебе говорить, и это тоже очень важно. То есть я никогда не спрашиваю ничего о работе у гостей. Только когда они сами начинают про нее что-то рассказывать. Вот это тоже надо чувствовать. То, что мы сейчас видим, это тут маленькие ручейки, которые потом все стекаются в ручей вулканный, который пробурил, вот видите, вот такой здоровенный каньон. Он его проточил не потому, что этот ручей супер какой-то бурный, и вот он тут камни, значит, все разбил. Этот ручей кислотный. В нем большая, довольно-таки, высокая кислотность из-за того, что начало свое он берет с фумарольных полей вулкана Мутновский. Очень тонкая психология. Вообще, ты это как-то сам понял? Каким нужно быть только, ну, другом, да, пускай, назовем это так, гостя? Ты это понял сам, или тебя это как-то научили? Нет, понял сам. Но опять же, видишь, здесь ты смотришь, как работают другие, и понимаешь, чего не хватает. Ты смотришь, как бы хотел гид работать с тобой лично. И как вот другой гид работает, тебе не нравится. Просто потому, что, ну, ты вот, у тебя нету какого-то индивидуального подхода. У тебя вот. И я, собственно, вот собирал свой личный негативный опыт, и его перерабатывал в позитивный. Но я считаю, что вообще гидов-то хороших не так-то и много, на самом деле, которые вот это понимают. Но здесь больше идет, наверное, от менталитета, от человека, от самого. Да здесь еще от возможностей, если ты в массовом туризме работаешь, то тебе держать все 20 человек под контролем эмоциональным, у тебя это просто не получится. Ну, либо ты будешь очень громко что-то говорить, плясать, какие-то вот пируэты выдавать, и ты просто на каждом туре будешь столько сил тратить, что тебе на 2-3 тура в сезон хватит сил, а на остальное тебе вообще не хватит. Ну, короче, экскурсовода. Да, либо ты закрываешь забрало, и все, вот, как есть, так есть. Вот, кто хочет послушать, ну, ты, да, им расскажешь, ну, и все, и не более того. Поэтому здесь спасибо Инджою, что он дал возможность вот так работать. Это на самом деле очень много устоит. Антон, что там у тебя случилось? Что случилось? Кто это у тебя там? Это красавица горная почуяла нашу еду. Мы же ведь вкусно сготовили. Вот она и почуяла, что мы вкусно сготовили. Нет, ну, такой наглости я не встречал. Какими вообще навыками должен гид обладать, чтобы вот работать так? Какие черты характера, не знаю, базового? Ну, первостепенно, это, конечно, самообладание. Потому что люди бывают абсолютно разные, и со всеми нужно сохранять свою, держать свое лицо, сохранять спокойствие, в какой-то степени хладнокровие, чтобы четко планировать дальнейшие действия, как-то предугадывать ситуацию, иначе все это может как-то вылиться не совсем правильно. Хотел, знаешь, поговорить про особенность камчатского рельефа. Ну, смотри, рельеф, горы примерно все одинаковы. У нас они просто более сыпучие какие-то, да? Сыпучих гор на Кавказе тоже очень много, в Киргизии, да, вообще полно. И если у тебя есть навыки, хорошие навыки хождения по такому рельефу, то куда бы ты ни приехал, ты себя будешь чувствовать уверенно. ты будешь делать определенное количество каких-то манипуляций, которые позволят тебе нормально пройти какой-то этап, да, кусок, или не позволят тебе ушататься на каком-то вот плохом участке. Чем у нас сегодняшнее путешествие будет отличаться от Горелого? У нас не будет вообще никакой тропы, у нас будет такое вольное ориентирование, мы будем задачи решать оперативно, ситуативно. Ну и в этом, наверное, основной накал страстей. Что-то сверху она гораздо уже казалась, да? Да. Такая. Надо выше идти. Но следующий вариант снимаем ботинки, закатываем. Что-то такой стрёмный вариант тоже. Мокрый. Мокрый вариант. где-то здесь надо переходить, да? Надо вот здесь переходить. Здесь самое широкое, тем более оно разделено на два русла. Значит, здесь самая малая глубина. Наша особенность здесь камчатская, что ориентирование затруднено в принципе. У нас очень быстро может прийти туман. Вот в местах, в которых массовый туризм у нас проходит, к примеру, какой-нибудь там Мутновский, очень много рельефа довольно однородного. Ну вот условно, ты идешь в поход в каком-нибудь ущелье, огромное ущелье, да, шикарное, с километровыми стенами, у тебя пространство гораздо больше, чем, к примеру, в районе Мутновского. Но если там падает, к примеру, видимость на ноль, тебе нужно спуститься в самую нижнюю точку и идти по этому фарватру вниз. Условно. Понятно, что везде люди могут потеряться. Но если есть такая возможность дойти до ручья и идти куда-то по ручью, куда-то вниз, то вот на Камчатке очень часто такой возможности нету вообще. Потому вот как раз ручьев огромное количество. И они все вот так вот в разные стороны все идут. Ты подумал, что ты вышел на нормальный ручей, а он идет тебе вообще совсем другую сторону. Потому что здесь сам рельеф он очень с одной стороны он многообразный по своей изрезанности, с другой стороны он очень однообразный по своей похожести. У тебя через километр будет точно такой же набор ручьев. в таком же направлении фиг пойми в каком. И ты ошибившись всего там градусов на 5 через километр выйдешь в абсолютно незнакомое место, а тебе будет казаться, что ты точно проходил здесь. И ты увидишь какие-нибудь следы. И пойдешь и уйдешь вообще черти знает куда. Вот такие всякие распадки не надо проходить ему вот так вот прям в лоб. Это будет максимальный набор высоты. Нам нужно идти вот так вот по полукругу. Такой вот длинной дугой. Когда у нас будет плавный набор, у нас не будут перегружаться ноги. Да, мы по времени может быть чуть-чуть больше зайдем, но в дальней перспективе мы сэкономим время с экономленными силами. Потому что мы здесь их сократим и где-то там дольше как втопим наверх. Грамотно. Все, пошлите. Пойдемте. Как ты думаешь, лучше заплатить условно 100 тысяч за тур или 100 тысяч потратить на обучение? На обучение. Понятное дело, что это не всем подходит, но тем туристам, которые любят путешествовать с рюкзаком и могут это делать, да? Вот смотри, я ответил для себя. Потому что я четко понимаю, что я в дальнейшем буду ходить, много ходить. И для меня обучение важнее. если ты захотел прилететь на Камчатку и ты понимаешь, что в последующие годы ты не будешь летать на Камчатку, ты будешь летать в Турцию, на Мальдивы и это офигенно. У нас здесь у многих нет такой возможности. Может быть, если бы у меня была возможность летать на Мальдивы, я бы альпинизмом летал. Да. Так что-то пахтит неплохо, да? 5-5. Добасит. Ну и вот классно, что у него просто пар, то есть он такой белый красивый. не как у какого-нибудь Карымского. Такая серая какая-то жижа. Я так близко еще никогда не был к такому источнику энергии. А на Ключевской вот ты вот точно так же подходишь, только на высоте 4 800. Если ты понимаешь, что ты дальше будешь продолжать этим заниматься, то конечно надо учиться однозначно. Не надо ходить с кем-то. Но если я соберусь например на Эльбрус впервые в жизни, мне лучше научиться ходить на Эльбрус или поездить на Эльбрус и для первого раза сходить там с гидом. Учитывая, что у меня есть какой-то уже боднал. Однозначно лучше научиться ходить на Эльбрус. Это серьезная большая гора. Это 5000 на минуточку. Это очень серьезное событие. Это как Корягский плюс Овачинский. Да, это как Корягский плюс Овачинский. На Корягский и Овачинский поставить. Они будут плохо стоять, но тем не менее это примерно так. Им будет неудобно. Им будет неудобно, но это вот так. И вот когда у тебя появляются такие навыки хождения по горам, по долам, то по сути дела не важно, знаешь ты маршрут или не знаешь. У тебя есть такой базовый набор навыков, который позволяет тебе передвигаться на любом рельефе. Ты знаешь, как ведут твои ноги на любом рельефе себя. Ты знаешь, как ведет твоя психология при каких-то разных ситуациях. И чем больше вот таких навыков, тем больше ключей у тебя от всех красот мира. То есть к тому, что ты говоришь, что чем больше я сейчас наберу с такого опыта, мне не нужен будет кто-то в горах. Я могу сам это сделать. Это самое интересное, когда ты ходишь не с гидом, а вот сам. Потому что у тебя личные начинаются приключения. Вот сейчас, честно, вот у меня прям приключения, потому что я здесь ни разу не был. А каждый раз, когда я хожу по какому-то уже истоптанной тропе, ну, конечно, вот это вот приглушается. А здесь сейчас реально как задумано. Да. Мы такие исследователи. Да, а я в свою очередь тоже как бы делаю приключения, но я полностью опираюсь на твой опыт и вообще не переживаю ни за что. Ну вот. И в этом, да, у меня просадка в этом. Да, да, да. Вот у тебя нет вот этой вот изюминки такой еще порции накала страстей. Поэтому, если есть возможность поучиться, однозначно надо учиться. если ты понимаешь, что ты будешь ходить дальше в горы, тебе нравятся горы. Тебе нравится в них снимать, делать фотки, да? Да. Вот тебе нравится, высунув ноги из палатки, их фотографировать на фоне красивых гор. Вот. Шикарное же ведь увлечение. И ты понимаешь, что ты хочешь... И отличная фотка. Да, и отличная фотка. И ты понимаешь, что ты хочешь сделать не одну, не две, а вот там семь таких фоток. То надо поучиться ставить палатку так, чтобы ее просто не унесло с этого склона. И чтобы эти ноги были не ободранные какие-то, да, а красивые, целые, все было нормально. Да. Я поражен. Я не впечатлен, я поражен. До глубины души. Камчатка еще может столько всякого показать. Причем, что у тебя такой опыт вообще. Ага, тут чудо чудесное. А тут на тебе и чудо чудесное. Дела. Ты как-то учишься? У тебя есть какой-то классный значок, который в мире альпинизма дает неслабый статус. Красивый, да? Да. Я его видел, он висит у него, почему там есть? Как он называется? Не, ну он правда красивый. Я имею в виду, что качественно сделает. Ну да, естественно. Ну вообще приятно. Как называется это регалия? Жетон спасения в горах. Как ни странно, это дает тебе право спасать людей, людей в горах. И даже не то, что право, а... Это скорее некоторые обязательства на тебя накладывает. Ну то есть, когда у тебя альпинистское мероприятие, когда вот я участвую в альпинистском мероприятии, в каких-то альпизборах, то при спасработах меня снимут первого с любого места, где бы я не был. И я сам для себя, даже понимаешь, здесь у меня даже мысли не возникнет как-то в сторону уйти от спасработ. Вот если я на альпинистском мероприятии буду, то это просто у меня в голове это будет обязанность. Это сложное обучение? И насколько там серьезный подход? Там максимально серьезный подход. На самом деле на данный момент это самое серьезное обучение, в котором я участвовал. просто две недели какого-то мяса. А следующий шаг, вот ты получил жетон спасения в горах. Следующий престижный шаг какой? Инструктор по альпинизму или что? Ну, здесь, видишь, здесь про престижность наверное в меньшей степени. То есть про престижность в альпинистской тусовке. то есть не просто, что я вот здесь себе набью инструктор по альпинизму и это будет типа прям так круто. В альпинистской среде это да, это очень хорошо, но это совсем не обязательно. Ты можешь быть просто чумовым альпинистом и абсолютно не хотеть и не уметь преподавать этот альпинизм другим. И вот да, после жетона следующий шаг это инструктор по альпинизму. Очень хочу его получить. Надеюсь, что в следующем году получил. сейчас 35 минут 5.35 и солнце через 20 минут встанет уже из-за горизонта. А там Тихий океан, Да, там Тихий океан. А еще вот это что за гора? У нас скалистая и каменная чуть-чуть левее. Там как раз рядом с ними проходит дорога и чуть дальше уже у нас геотермальная станция Новская. Сейчас в интернетах очень много людей, которые тебя там за сравнительно небольшие деньги могут отвезти на любой вулкан, на Вилючинский вулкан, например, чуть ли не в кроссовках. Как ты относишься к таким людям, которые называют себя профессионалами и водят людей в горы? Ну, они реально профессионалы, потому что они на этом зарабатывают деньги. но вот их уровень профессионализма он может поддаваться сомнению. Я же ведь не могу за всех говорить, правильно? То есть, я не знаю, кто там что. Может быть, там реально какие-нибудь толковые люди есть, и у которых вот как раз этот уровень профессионализма его хватает, чтобы людей в кроссовках завести на Вилючинский вулкан. Ну, они настолько знают хорошо тропу и у них есть все снаряжение хорошее, они знают клиентов и могут их прям с нормальной долей безопасности завести наверх. Ну, почему бы и нет. Но это не всегда так. И частенько люди просто хотят заработать денег и начинают делать какую-то такую авторскую дичь. Когда они с вами биды, смотрят, эксперименты проводят. Проблема в том, что нету какого-то стандарта хорошего, жесткого стандарта. Вот альпинизм, чем мне очень нравится, вот это вот прям его одна из самых, наверное, положительных частей, как спорта, такого экстремального спорта, что есть четкая стандартизация, есть условно свой учебник, которому можно сравнить те техники, которыми тебя научили. Если они соотносятся, то значит все тебя правильно научили. Если не соотносятся, то ты имеешь полное право, причем моральное и какое-то там социальное, задать вопрос своему инструктору, а почему здесь преподается так написано в учебнике школы альпинизма, а вы преподаете по-другому. И вот ты уже оцениваешь, вот тебе достаточно такого ответа или недостаточно. В туризме, к сожалению, такого нету вообще, в принципе. А все, что не касается каких-то сложных гор, это все естественно у нас как обычный пеший туризм. Это даже не горный туризм, это просто пеший туризм. И вот здесь стандартов нету никаких, потому что цена ошибки зачастую не так уж сильно и велика. Ну, потерялся. Ну, пришел к машине не к пяти вечера, а к восьми вечера. Ну, и ничего такого, все равно доехал и все нормально. Поэтому вот это отсутствие таких лимитирующих жестких факторов, оно и не дает как-то быстро развиваться и искать наиболее оптимальные техники. А в альпинизме все вопрос жизни. Не вышел к пяти часам, врюхался в ночь, а там можно реально просто потеряться или просто ушататься, ты даже не будешь видеть, куда ты там полетел. Сами условия гораздо жестче, и поэтому приходится искать какие-то вот снарягу, которые легче, которые надежнее. Техники, которые легче, которые надежнее. Вот что-то вот такое, то есть постоянный живой процесс совершенствования. В туризме и к гидам точно такое же отношение. Ну, не ушатал человек за 10 походов ни одну группу, ну и будет он водить точно так же, как он ее водил. Вот, и поведет также и в какой-то более сложный маршрут, и ничего в этом до поры до времени страшного не будет. Вот Ключская сопка, довольно популярный вулкан среди альпинистов. И теперь уже почему-то и туристов тоже. Даже несмотря на то, что за последние годы там образовалось целое кладбище людей, да? Как ты думаешь, кому стоит на него ходить вообще? Стоит ли этот вулкан не воспринимать как серьезный? Вулкан серьезный, в техническом плане абсолютно неинтересный и для альпинистов он вообще прям в меньшей степени интересный. Но почему-то туристы туда идут. Ну да, почему? Ну, потому что это самый высокий действующий вулкан Евразии. Вот просто его статус дает такой антураж. Я был на самом высоком вулкане Евразии. Это круто, это галочка, это врился, сказал и тебе сразу там пальцев вверх натыкали. Я про то, что здесь статус горы больше. Не маршрута, не интересности похода, а просто статус. И вот это конечно прям совсем печально. Технически гора абсолютно не интересная, ничего там такого. Это по сути дела такая большая Авача, Авача высотой 4,700. У нее склон довольно ровный, нету там каких-то технических маршрутов, технических участков, если ты идешь правильно, если ты четко знаешь маршрут, если ты к нему подготовился, если ты все разузнал о нем, у тебя есть треки на всякий случай, у тебя есть, если ты там ни разу не был и нет уверенности, что ты пойдешь сам, то у тебя есть человек, который там точно был. Но опять же, вот человек, который там точно был и человек, который грамотный проведет тебя на вершину, это могут быть вообще совсем разные люди. То, что человек знает маршрут, это говорит о том, что он всего лишь знает маршрут. Это не говорит о том, что он безопасно по нему проведет. В прошлом году на вулкане Ключевская сопка погибло 8 человек. 3 сентября в службу спасения поступила информация о том, что туристическая группа из 12 человек, совершающая восхождение на Ключевскую сопку, попала в беду. По короткому сообщению от гида стало известно, что на высоте почти 4200 метров несколько человек прежде всего мы следили за этой ситуацией. Мы разговаривали со спасателями, которые участвовали уже в снятии всех транспортировки погибших и в помощи выжившим. Это были не камчатские гиды. Это были не камчатские гиды. И там на самом деле ну вот здесь прежде всего нужно как-то знаешь как-то иметь такую грань человечную. Потому что людям у которых там родственники погибли тоже слушать это не особо прям приятно. Либо родственники гидов либо сами гиды которые там участвовали они также могут сказать да ты бы там был бы и попробовал бы что-нибудь там исправить. Здесь наверное о общем уровне безопасности и о тех вещах которые точно не нужно делать вот в подобных случаях. Да чтобы понимаем мы не будем критиковать эту ситуацию никак не будем говорить что мы бы сделали там по-другому или лучше потому что мы с точностью до секунды мы не можем знать что произошло конкретно но я знаю что после каждого такого случая в альп кружках федерациях проводят разбор чтобы не повторить за чего первое это малое количество гидов на то количество людей которые там было и их нужно больше в горах это ну максимум причем это 4 человека на одного гида но это прям вообще это прям нужно быть очень крутым гидом чтобы так делать 4 гости 4 туриста на одного гида вот это очень много гостей на одного гида лучше бы чтобы их было 2 3 и вот все и это максимум это конкретно на такой маршрут или вообще в принципе это вот все что касается маломальских гор где необходимо какое-то снаряжение вот условно на корягский вот 2 3 человека не больше вообще и то не менее двух гидов при всем то что я сказал не менее двух то есть у тебя условно 2 3 человека и нужно чтобы было два гида вот тогда будет уровень безопасности нормальный точно чего нельзя делать в горах и по этому поводу у нас было не один трагический случай это разделение группы то есть гид ушел с частью группы и один гид остался вот сколько там их было человек то есть один человек управлял оставшимися оставшимися людьми и вот это потому что части группы стало плохо и второй гид естественно ну закономерно пошел вниз и вот в той ситуации если бы я в что-то подобное попал то точно я бы пошел всей группы вниз ну все походили потому что дальше группы не может продолжать с одним человеком идти с одним гидом на столько людей не может нельзя так ходить он по сути перестает даже он теряет контроль просто проводник показывает дорогу то есть это вот та группа должна быть суперопытной чтобы им не нужно было никакого инструктора а просто нужен был проводник по тропе тогда это можно да следующее что однозначно в любой горной местности нужно как-то в голове держать что группу вести нужно по определенным порядкам и эти порядки закладывает собственно как раз альпинизм и эти порядки можно почитать в школе в учебнике школы альпинизма и там четко прописано какое максимальное количество людей на связке может быть как проходить ледники к примеру что нужно страховаться нужно какие-то ледобуры можно ли связываться на леднике и не применять какие-то точки страховки вот эта сама стандартизация подхода она как раз и дает воспроизводимость и воспроизводимость ситуаций воспроизводимость положительных ситуаций да и предсказуемость этих ситуаций что ты точно знаешь что так начался ледник значит мне нужно вот такое то снаряжение ты уже его прогнозируешь и значит ты его готовишь это снаряжение заранее и если ты вышел на ледник и у тебя этого снаряжения нет то ты четко знаешь потому что есть четкие стандарты что без снаряжения на ледник не надо лезть и все ты значит его пытаешься как-то обойти ну условно да как думаешь есть какие-то методы борьбы с таким вообще как научиться не терять людей в горах я имею в виду там как это может быть на законном либо запретить этот лукан вообще от контроля это как-то можно взять такие ситуации ну легче всего просто запретить поставить забор большой и чтоб туда не ходили будет очень безопасно поставить одни ворота вот и через ворота пропускать только нужных людей да вот это прям очень действенное было бы но это было бы так глупо вообще это самое простое да это самое простое запретить ну стандартизация паспортизация маршрутов опять же паспортизация маршрутов а если я пошел сбоку вот тоже да здесь очень много вопросов которые нерешенные честно мне на уровне альпиниста задумываться о том как законодательно это решить нету особой возможности образования и нету особого желания вот это раз второе для себя я четко понимаю что туда может вести человек только имеющий вот на такой маршрут на такой маршрут может вести человек только вот реально с какими-то знаниями с горной подготовкой вот эта горная подготовка она должна быть для всех по одинаковым нормам и с одинаковой проверкой это вот мы сейчас поговорили про серьезный альпинизм потому что кульческая особка это серьезный альпинизм но к сожалению еще так же имеет место быть сейчас такие случаи одиночных туристов которые не воспринимают всерьез какие-то вулканы например да у нас есть Авачевский вулкан который без категории да там сравнительно небольшая высота и в этом году там тоже остался навсегда молодой парень из Петербурга молодой человек очень как бы не спешил но часто останавливался там очень большое расстояние плюс последний тайфун который прошел очень сильно размыл дорогу вот еще на подходе люди уже устали и чем больше набор высоты усталость накапливалась он становился начинал чаще отдыхать вот появился разрыв между участниками в дистанции и на высоте 2400 метров они разделились то есть она потеряла его из вида и потом заявила о том что человек пропал такая непростая история в чем его ошибка была а здесь ну вообще дело не про Авачинский вулкан или про какой-то про Ключевской здесь прежде всего про вообще в принципе походы какие бы они ни были хоть за грибами вот и ты к этому должен подготовиться соответствующим образом да ты должен просмотреть ситуацию маршрут как туда подойти безопасно ты желательно этот маршрут себе отметить на навигационном устройстве на каком-то вот и ты должен с собой взять тот набор снаряжения который в случае чего ты должен тебе как-то помочь и исходя из этого ты начинаешь сформировать свой походный рюкзак то есть это аптечка первой помощи для себя индивидуальная пауэрбанк заряженный телефон средства связи теплые вещи и так далее и так далее и так далее вроде как идешь на один день у тебя получается полный рюкзак но он никогда не тянет потому что ты знаешь в случае чего ты с этого рюкзака достанешь тот же спутниковый телефон вызовешь помощь не для себя например для параллельной группы которая терпит бедствие поэтому к вопросам безопасности нужно относиться достаточно серьезно и разгильдяйство здесь сегодня аптечку не возьму ничего не случится ну и профессиональная деятельность тоже откладывает отпечаток например многие удивляются те же туристы почему вы всегда здороваетесь с людьми на маршрутах и дадут на встречу а ты им говоришь здравствуйте для людей из других регионов это удивление вызывает у нас так принято и когда ты задаешь вопрос здравствуйте ты получаешь контакт с человеком и когда он тебе отвечает на вопрос вот так получилось на толбачике то есть мы шли возвращались на встречу нам идет группа я значит спрашиваю здравствуйте как дела а она мне говорит а вы здесь девушку не видели и после вот этого вопроса приключилась трехдневная поисковая операция они разделились на лавовом потоке девушка заблудилась и все были вызваны спасатели вот и как бы я был инициатором то есть я сказал что сделать провел там первоначальный поиск побегал посмотрел но слава богу все обошлось как бы и женщина осталась жива затем ты должен подготовиться просто по своей снаряге просто вот в рюкзак в обычный рюкзак не надо там какой-то большой 80-литровый да вот в 25-литровый рюкзак ты просто должен о себе кинуть какую-то аптечку маламальскую теплое одеяло ну спасательное одеяло спасательное одеяло quien тоненькое то не знаю спасательное одеиало это не гигантский плед а вот такого размера маленький да вот пластик который всегда у тебя с собой я знаю есть ну да вот спасательное одеяло обязательно шоколадка какая-нибудь должна быть тоже верно да какой-нибудь огонь там должен быть что-нибудь чтобы развести что-то нож и обязательно должен быть вот очки чтобы себе глаза не пожить то есть вот такие какие-то элементарные вещи это можно почитать в интернете где какие какие вещи у тебя должны быть обязательно чуть-чуть теплые нужно вот у меня в рюкзаке все лето вот сколько я сейчас работаю с группой у меня все лето мой летний пуховичок в рюкзаке у меня постоянно носит который кстати говоря выручал даже меня что у меня не было тихо вечер с тобой потому что я оператор сегодня вот и вот такие вещи они не занимают много места и они всегда должны быть куда бы ты не пошел то есть у тебя такой вот дежурный рюкзак дежурный набор рюкзака который ты берешь просто пошел на халактырский пляж погулять сам ничего страшного нет не обязательно сюда с гидом ходить вот но у тебя этот набор точно такой же какой у тебя будет набор на ключевскую сопку просто на ключевскую сопку у тебя будет чуть-чуть расширение аптечка у тебя будет больше теплых вещей у тебя дополнительно будет снаряжение специальное но опять же ты к спице со специальным снаряжением ты должен сначала подготовиться ты должен уметь с ним работать прежде всего просто так положить внутрь в рюкзак веревку это ну не многим тебе поможет ты должен с ней уметь работать и на овачинский вулкан то же самое прежде всего должен быть набор вот таких вещей и ты должен знать точно куда ты идешь с кем-то ты идешь один ты идешь неважно абсолютно просто прогрузить карту но это пять минут делов это пять минут это с расчетом того что ты ее прям по изучаешь по изучаешь какие там где какой рельеф где вот но опять же прям просто перед маршрутом это сделать первый раз открыть приложение и прогрузить ну такое себе да с этой карты можно походить по городу просто можно зайти недалеко возле города посмотреть как как рельеф отображен на карте да что вот ага на рельефе здесь какой-то прямо враг а дай-ка я пойду и посмотрю а нас настолько ли он крут этот овраг как я вижу на карте можем ли мы осуждать человека который вот решается отвезти какого-то из 20 группы не местного то может мотивировать такого человека повезти в горы 8 осуждать или не осуждать и это другое а вот прежде всего если ты кого-то приручил то у тебя за него ответственность если ты кого-то позвал в горы то все у тебя ну вы уже команда вы не можете идти раздельно вы команда которая идет сообща и точно никуда не разделяется вот однозначно всегда только в пределах видимости да даже не то что в пределах если у тебя очень быстро идешь наверх а кто-то очень медленно ну значит у тебя команда не схоженная просто да и это уже твоя ошибка что ты позвал с собой такого человека который плохо ходит если это твоя ошибка то прими ее и и иди медленно проблем нет но здесь как его же самая команда разделилась 11 это ошибка вообще это ошибка которая ведет наверное к большинству трагических случаев не только на ключевской там не только на авачинском бывало ли в твоей практике какие-то такие неприятные случаи когда заканчивались что-то трагично в горах ну в моей именно горной практике нет не было ну потому что мы как-то вот ходили без всякой такой жести я падал в трещину ледовую могло все закончится так себе опять же у нас нас вел наш инструктор по альпинизму который очень быстро который абсолютно понимал ситуацию и это была не аварийная ситуация это была рабочая ситуация просто из которой нужно было это была сложная задача которую нужно было быстро решить и слону да вот быстро и эффективно решить вот и все все сработали как команда и быстро меня оттуда вытащили я не успел испугаться это все такая сыпучая даром тела сыпучая обувалистая такая они вот если где не прямую был то уж чуть ли не нависание такие кромки кратера конечно прям жестко слоеный пирог какой-то конкретный летопись вулкана мутновский были случае еще на корягском вот мы как аналогично и да аналогичный аналогичный абсолютно случай опять люди разделились вот и два случая было со смертельным исходом примерно в одно и то же время примерно в одном и том же месте и примерно по одним и тем же причинам люди опять разделились люди опять пренебрегли нормам безопасности ушли в ночь либо проблемы со снаряжением которые не было достаточно подготовлено то есть есть нормы которые написаны прям ну совсем не просто так их на всех обучениях на всех обучениях таких более менее серьезных постоянно транслируют что нельзя ходить по ночам нельзя разделяться и нужно иметь свой собственный запас прочности которые позволят условно переночевать в тех условиях которые как по которым ты ходишь вот у тебя до всегда должно быть вот такая возможность как в твоем понимании выглядит хорошо организованный туризм это и коммерческий туризм и любительский если туризм коммерческий то это однозначно с хорошими подготовленными гидами по хорошей надежной и проработанной программе по хорошей надежной проработанной программе одинаковые для всех но со своими однозначно региональными особенностями это про коммерческий туризм он обязательно должен быть профессиональными гидами про туризм который без не коммерческий то есть вот сам это однозначно с хорошей подготовкой и пониманием процесса все это можно сейчас вот в сети интернет я уверен найти множество ответов главное чтобы появлялись вопросы они должны появляться обязательно если у тебя перед маршрутом не появляется вопросов значит и что ты делаешь не уж и отличный поход чтож поздравляю тебя просто сломал руку вас и альпинист слушай но самое главное удачник прочитаю что типа подняться самое важное а немаловажно еще спуститься самое важное катиться вон домой но на спуске на самом деле вот все всякая фигня происходит именно на спуске потому что люди расслабляются начинает уже как-то думать о пирожках теплом диване и бдительность теряется поэтому да на спуске наоборот нужно быть еще более сконцентрированным считаю наш поход удачно завершившимся забрали кадров супер день супер день поехали домой поехали антон спасибо что ты сегодня рассказал нам все это я думаю что ребята узнали что-то из этого полезное научились чему-то или хотя бы или хотя бы они захотят чему-то поучиться задумались задумались да и безопасный туризм будет популяризироваться люди захотят научиться будут обращаться хорошим надежным гидом хорошие надежные компании есть что пожелать тебе нашим зрителям зрителям моего канал которые монтируют и снимают видео ну чё пожелать ну готовьтесь к походам и тогда они вам принесут радость это прежде всего походу это круто походу это очень круто это нужно мы же ведь как наш это вот походу это чё-то